Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Груз ответственности. Могилевская таможня отмечает 30-летний юбилей. Количество вывозимых партий товаров по процедуре экспорта, оформляемых до 5 минут, составляет 60%. Чем занимается Бобруйский пост. Нестыданий совести. Сотрудница Белпочты похитила 490 тысяч рублей. Имея доступ к расчетному счету, женщина осуществила несколько денежных переводов на свою банковскую карту. Стоила ли игра свеч? Праздник со слезами на глазах. Бобруйска готовится встретить День Победы. Состоятся концертные программы с участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. Куда сходить с семьей? А также пассивная кампания, вступительные экзамены и аптечный запас. В стране планируют ввести систему маркировки лекарств, что в разработке. Человек – главная ценность. В филиале Бобруйские электрические сети прошла диалоговая площадка. Ключевые аспекты послания президента с коллективом предприятия обсудила Ирина Рынейская. Депутат Палаты представителей затронула темы сохранения суверенитета и независимости Беларуси. Разговор шел также о важности исторической памяти, национальных традиций и развитии сильной экономики. Ведь все эти направления в совокупности и есть процветающее государство. Нужно добросовестно выполнять свои обязанности, и это будет ключевой составляющей благополучия нашего государства. Говорили здесь и о социально-экономическом развитии городом. Председатель городского совета депутатов обсудил с сотрудниками вопросы демографической ситуации, социальных гарантий семьям с детьми, строительства и здравоохранения. После каждый задал интересующие вопросы. Воспользовалась положением в Бобруйске сотрудница Белпочты похитила 490 тысяч рублей. На допросе временно исполняющая обязанности начальника отделения связи пояснила, на преступление ее натолкнул долг на бирже, где она играла с конца марта. Горожанка была уверена, что выходные служба внутреннего контроля не следит за финансовыми операциями. Имея доступ к расчетному счету, женщина осуществила несколько денежных переводов на свою банковскую карту, что и было выявлено руководством Белпочты в ходе контрольных мероприятий. Они сразу же сообщили о произошедшем в милицию. 30-летней Бобруйчанке предъявлено обвинение. Она находится в СИЗО. На имущество наложен арест. Транспортные артерии, пилотный проект и славянский базар. Синеокая готовится к встрече гостей, когда начнется международный фестиваль искусств. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси до конца года отремонтируют свыше тысячи километров республиканской сети дорог. По местной – почти в полтора раза больше. За пятилетку необходимо обновить не менее 7 тысяч километров полотна. На эти цели выделен миллиард 200 миллионов рублей. Перечень участков, которые будут реконструированы, уже сформирован. Белорусские аграрии завершили сев ранних яровых. Несмотря на капризы погоды и паводки, в некоторых районах страны регионы уложились в установленные сроки. Окончательная дата высадки культур, включая овощи горячих, упросы и картофель – 20 мая. У сельхозпредприятий для этого есть все необходимое – квалифицированные кадры, отремонтированная и новая техника, семена и удобрения. В стране планируют ввести систему маркировки лекарств и мониторинга их движения. Контроль будет проходить с момента ввоза или производства до продажи в аптеках и применений в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту. Также в разработке пилотный проект с участием Минздрава, фармации и других заинтересованных. Абитуриенты, которые поступают по целевому направлению, смогут подать документы с 1 по 5 июня. Вступительный экзамен в устной форме с 6 по 13. Испытания в другом формате проведут для творческих специальностей, а также связанных со спортом и физической культурой. Зачисление в вузы продлится по 16 число. Синекая готовится к встрече гостей. С 4 по 23 июля иностранцы из 73 государств смогут без визы посетить Славянский базар. При себе необходимо иметь действительный паспорт, а также оригинальные или электронные билеты на Международный фестиваль искусств в Витебске. Пройдет он с 12 по 17 июля. Широко и масштабно Бобрусь готовится встретить День Победы. Уже в пятницу с 16.00 до 9 вечера в Молодежном парке пройдет программа «Память в сердце храним». 8 мая в полдень у торговых центров «Корона» и «Абсолют» горожан ждут концерты. 9 числа без 15.10 на пересечении Минской и Георгиевского проспекта выстроятся праздничные колонны. Патриотическая акция «Беларусь помнит» стартует в 10.15. С 11.00 начнется митинг у танка «Бахарва». На площади Победы с 12.00 до 13.00, а также в вечернее время с 18.00 до 21.30 состоятся концертные программы с участием творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, а также концертная программа Оркестра народных инструментов. Жители города Бобруська и гостей приглашаем на праздничные мероприятия. В полдень со стадиона «Спартак» стартует легкоатлетическая эстафета. Масштабный автопробег начнет движение в 2 часа дня от парковки Бобруськ арены. В 6.00 вечера на площади Победы горожан ждет флэш-моб, а в 10.00 здесь же кинотеатр под открытым небом. Весь день также будут работать тематические площадки, выставка военной техники и ярмарка мастеров. На страже экономических интересов Могилевская таможня отмечает 30-летний юбилей. Неоценимый вклад в работу вносят сотрудники Бобруйского таможенного поста. Служба эффективно противодействует контрабанде и трансграничной преступности. О новых технологиях Татьяна Горбач. Евгений Нехаев – таможенник со стажем. Трудится на Бобруйском посту 12 лет. Прошел путь от инспектора до заместителя начальника. Только за прошлый год, благодаря его профессионализму, обнаружено незаконных грузов более чем на 56 тысяч рублей. За высокие показатели в работе награжден нагрудным знаком Государственного таможенного комитета Беларуси. Я считаю, что в таможенных органах случайных людей не бывает. Сотрудники таможенных органов должны обладать рядом качеств, чтобы выполнять свою работу, такие как целеустремленность, добросовестность, умение обрабатывать большой объем информации в короткие промежутки времени и уметь правильно принимать правильные решения, а также строго соблюдать таможенное законодательство нашей страны. 4 мая Могилевская таможня отмечает юбилей. 30 лет на страже экономических интересов страны. Свой неоценимый вклад в общее дело вносят сотрудники Бобруйского поста. Через него ежедневно проходят порядка 200 партий товаров, как на импорт, так и на экспорт. Серьезный кадровый и технический потенциал позволяет решать государственные задачи на самом высоком уровне. Имеются на вооружении досмотровые комплексы, которые помогают досматривать машины, не открывая их и обнаруживать незаконно перемещаемые товары в самых труднодоступных местах. Из инноваций стоит также отметить применение навигационных пломб, использование центра электронного декларирования, с помощью которого получается выпускать товары из различных точек Беларуси в одном месте. С 2020-го Бобруйский пост стал частью таможенного эксперимента. Теперь здесь оформляют не только местные товары. Грузы едут со всей Беларуси, благодаря чему декларации равномерно распределяются между пунктами пропуска. Здесь не бывает сбоев, задержек и очередей. Четко отлаженный механизм работает как часы. В настоящее время таможенные органы оказывают максимальное содействие бизнесу, в связи с чем пытаются сократить время совершения таможенных операций до минимума. Количество вывозимых партий товаров по процедуре экспорта, оформляемых до 5 минут, составляет 60%. Количество ввозимых партий товаров, оформляемых до 1 часа, более 70%. В этом году сотрудники Бобруйского таможенного поста выпустили около 8 тысяч деклараций на продукцию, перечислили в бюджет страны свыше 132 миллионов рублей, обнаружили нелегальных товаров на сумму порядка 100 тысяч. Непростая обстановка на рубежах требует от каждого еще большей ответственности и компетентности. И люди в погонах готовы дать отпор контрабанде и трансграничной преступности. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Мир красок в детской школе изобразительного искусства имени Доморада идет набор в первый класс. Здесь научат рисовать с нуля натюрморты, пейзажи, портреты. Контрольная цифра приема – 100 человек. Поступающим предстоит сдать два вступительных экзамена – рисунок и живопись. Первый поток стартует уже в середине мая. Те, кто не успеют, могут подать заявку в конце августа. Принимают ребят с 9 до 12 лет. С ними будет работать преподаватель, который будет им рассказывать, что нужно на экзамене, как нарисовать, то есть как начать. Потому что, конечно же, дети приходят, кто-то вообще не рисовал, а хочет рисовать. Мне нравится рисовать, и больше всего я проявилась, наверное, в графике. Она больше получалась у меня, однако, дипломная работа захотела рисовать красками. Потому что изобразить красоту животных, которые я нарисовала, способны только краске. Для поступления родителям необходимо написать заявление, предоставить справку о состоянии здоровья и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. Обращаться можно до 20 августа по адресу социалистическая 124. Срок обучения – 5 лет. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok